Фармакологическое действие. Револген – комбинированный препарат из группы анальгетических и спазмолитических средств. Обладает болеутоляющим, жаропонижающим и противовоспалительным действием. Показания. Слабо или умеренно выраженный болевой синдром при спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов. Почечные и желчные колики, спазмы кишечника, дисминария и другие спастические состояния внутренних органов. Для кратковременного симптоматического лечения при головных болях, мигренозных болях, болях в суставах, невралгии, ишиалгии, миалгии. Как вспомогательное средство может применяться для уменьшения болей после хирургических и диагностических вмешательств. Для снижения повышенной температуры тела при простудных и инфекционно-воспалительных заболеваниях. Способ применения и дозы. Взрослым и подросткам старше 15 лет назначают внутрь, лучше после еды, по 1-2 таблетки, 2-3 раза в сутки. Суточная доза не должна превышать 6 таблеток. Продолжительность приема не более 5 дней. Увеличение суточной дозы препарата или продолжительности лечения возможно только под наблюдением врача. У детей препарат применяют только по назначению врача. Для детей 6-8 лет по половине таблетки. Для детей от 9 до 12 лет по 3 четвертых таблетки. Для детей от 13 до 15 лет по 1 таблетке. Кратность назначения 2-3 раза в сутки. Другие режимы дозировок возможны только после консультации с врачом. Противопоказания. Выраженные нарушения функций печени или почек. Техиаритмия. Закрытоугольная форма глоукомы. Гипертрофия предстательной железы. Стенденции к задержке мочи. Желудочно-кишечная непроходимость. Мегаколон. Заболевания системы крови. Калоптоидные состояния. Повышенная чувствительность к производным пирозолона и другим компонентам препарата. Таблетки не принимают для детей младше 5 лет. Применение при беременности и кормлении грудью. Препарат противопоказан к применению при беременности. Первый триместр и последние 6 недель. И в период лактации, грудного вскармливания. Особые указания. С осторожностью и под контролем врача следует принимать препарат больным с нарушением функции печени или почек. При склонности к гипотонии, бронхоспазму, а также при повышенной индивидуальной чувствительности к нестероидным противоспалительным средствам или ненаркотическим анальгетикам. При длительном более недели применении препарата необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени. Иногда может окрашивать мочу в красный цвет. Побочные действия. В терапевтических дозах препарат обычно хорошо переносится. Иногда возможны аллергические реакции. Кожная сыпь. Зуд. Очень редко. Анафилактический шок. В единичных случаях чувство жения в эпигастральной области. Сухость во рту. Головная боль. Возможны головокружения. Снижение артериального давления. Тахикардия. Цианоз. При длительном приеме, в случае нарушения системы крови. Тромбозетопения. Ликопения. Агронолцитоз. При склонности к бронхоспазму возможно провоцирование приступа. Лекарственное взаимодействие. Одновременное применение револгина с другими ненаркотическими анальгетиками может привести к взаимному усилению токсических эффектов. Трициклические антидепрессанты. Противозачаточные средства для приема внутрь. Аллопуринол. Нарушает метаболизм метамизола в печени и повышает его токсичность. Барбитураты, фенилбутазон и другие индукторы микросомальных ферментов печени ослабляют действие метамизола. Одновременное применение с циклоспорином снижает уровень последнего в крови. Седативные средства и транквилизаторы усиливают обезболивающее действие револгина. При необходимости одновременного применения указанных и других лекарственных препаратов следует проконсультироваться с врачом. Условия хранения и срок годности. Хранить в сухом месте при температуре не выше 25 градусов. Хранить в местах, недоступных для детей. Срок годности 3 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова